В минувшую пятницу в Кохтлоярве прошла церемония открытия промпарка, который официально называется Балтик Кемикал Парк. Как сказал канал Литес, член правления целевого учреждения развития промышленных парков Идавирума, ТЭД Кусмик, на 80 гектарах построена инфраструктура, которая дает возможность предпринимателям создавать на этих площадях свои предприятия, а стало быть, новые рабочие места. Новый промышленный парк – третий в регионе. Создан он в промышленной зоне, где находятся химические предприятия. Как отметил заместитель мэра Кохтлоярвы по развитию Виталий Бородин, уже определился первый инвестор, который намерен организовать на территории промпарка новое производство по переработке старых автомобильных шин. Канал Литес поинтересовался у Виталия Бородина, не создаст ли это для города дополнительную экологическую нагрузку. Здесь нет никаких вредных выбросов. Это переработка уже колес, грубо говоря, в резиновый гранулят, резиновую крошку. Это механический способ обработки. Это не связано с химическим производством. Это скорее здесь переработка как раз-таки не совсем такого позитивного к окружающей среде, таких объектов, как та же самая резина. То есть нагрузки на окружающую среду в данном случае не будет. На церемонии открытия технопарка выступили депутат Риги Когу Дмитрий Дмитриев, мэр Кохтлоярвы Людмила Янченко, руководитель Идовировской палаты предпринимателей Маргус Ильмьярф, председатель правления концерна Виру Кемиагрупп Ахти Асман. Руководитель Виру Кемиагрупп высоко оценил факт того, что в короткие сроки в Кохтлоярве был сооружен промышленный парк, дающий возможность для развития промышленности и создания новых рабочих мест. «Мы не конкуренты, скорее мы партнеры, которые видят возможность для сотрудничества в будущем. Если больше инвесторов придут в этот парк, если разнообразнее будет производство, от этого выиграют все», — сказал Ахти Асман. На церемонию открытия из Голландии приехал президент Ассоциации промышленных парков Европы Ситси Вейрсма. Канал Литес попросил его оценить перспективу развития промпарков с северо-восточной Эстонии. Это очень широкая перспектива, учитывая то, что регион находится на границе Европейского Союза и России. Это должно заинтересовать россиян возможностью открыть свое производство в ЕС, и европейские предприниматели также могут воспользоваться возможностью открыть свои производства рядом с Россией. В регионе много электроэнергии, и уровень снабжения ею высокий и стабильный, что важно для любого производства, особенно для химической индустрии. Объем инвестиций в Кохтло-Ярвесский технопарк со стороны ЕС и Эстонии составил 2,6 миллиона евро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!